Не згодные и все тут. 40% от всех зворотов, что поступают у гомельские облыканкам от ЖХР региона, оказываются не обгрунтованными. Однако люди часом все равно имкнутся вырешить проблему на свою корысть, навод у обыход закону. И протягивают шматомные переписки с уладами разных узровнев. Один из таких постоянных аутров живет в Мазыры. Жанчина потребует сделать бесплатный ремонт у квартиры, хотя права на это нет. По этичных причинах мы не будем огучивать ее прозвища. Марина Северьянова с подробностями. Нажали, квартиры у нас так и не пустила, тому доведаться эту историю с первых вузнов не отримается. А вот и подтверждение того, что гостям тут были докладно не рады. Будем еще пытаться. Ирония в том, что господиня квартиры сама была инициатором того, как дает завитали журналисты. Гражданка города Мазыря вызвала областное телевидение для беседы обострить проблему, которая у нее существовала. Но, к сожалению, так она не пошла. Зачастую граждане просят через районный исполнительный комитет обойти вопросы, которые касаются законодательства. А зараз коротко про проблемы мы с ранки. Шанжины живе у арендной квартиры. По закону арендодавца робить ремонту жилить только раз, коли сдае квартиру наймальнику. Все остальное робится за кошт жильцов. А для местовой жихарцы такой закон не подобается. И она претендует на бесплатный ремонт у своей квартиры. За счет средств нанимателя выполняется текущий ремонт жилых помещений. Это побелка, покраска, оклейка с стенобоями, замена стекол, замена окон, замена дверных блоков. Однако Мазыранка этой околичности игнорует. Уперали к ее потребованию, поклеить шпальеры, перестелить ламинат, установить новые в окны. Не глядяши на необґрунтованность пожадания, у мясовой улады вырешили допомогти пенсионерцам. Купили и привезли новые в окны. Але жанчына отмовилась от их установки. Опять-таки она не пустила сотрудников, мотивируя тем, что у нас неквалифицированные рабочие. Поэтому, кто изготавливал окна, те должны их и установить. На выходе с дома мы с устреляху жильцов испытались, как складываются их относины с суседкой. Оказалось, у многих в управом сенси не кипело. Люди просить допомогти справиться с бесконцами, с каргами у свой бок. Яке неастомна, пишет пенсионерка. Жить невозможно в этом доме. У меня дочке уже 26 лет. Я с ней вою, наверное, 8 лет ей было. Ей мешают мои дети в связи с тем, что у меня дети здоровы, активны, играют между собой. Я мама в декрете, смотрю за детьми, все аккуратненько. Представьте, мне еще дочь не пошла в садик, вернее в школу, а уже со школы пришли. Приходили, говорили, приходят, мы со школы, а говорю, интересно, у меня никто в школу не ходит. А они говорят, ну тут поступила жалоба в отдел образования, мне два раза со школы приходили. Мне постоянно приходят с садика, там проверяют. За Виктору и другие семьи с ГТГ дома заступаются местовые специалисты. По поводу соседей, неоднократно всеми службами выходили, проверяли, как РОВД, сотрудники РОВД, участковые милиции, сотрудники отдела образования. Ничто не подтверждается, ни одной комиссии данные факты не подтвердились. С 2014-го по 2019-й год до наступления пенсийного взросла жанчина стояла на улику якости беспрационной. Ни одна из пропонованных вакансий за этот час ей так и не зацекавила. Але Мазыранка активно корысталась усими мягчимыми льготами, яке могла пропоновать держава. Была оказана помощь в виде государственной адресной социальной помощи, как ежемесячные пособия, единовременные пособия, так же пособия по безработице, матеріальная помощь, как я сказал, более 6 тысяч рублей. За минулию году в Гомельске облаканкам поступило больше 4,5 тысячи зворотов. Кожный третий вирушеный становучо. Есть обращения, которые составляют более 40%. Это обращения граждан, которые направляют нам постоянно свои письма, хотят решить вопрос даже вне закона, минуя закон. Их вопрос может решиться только в суде. Но почему-то они в суд не обращаются, да? Потому что там нужно платить пошлину, а вам можно писать бесконечно, ну и бесплатно, что немаловажно для них. Могу привести пример. К нам обращаются граждане, допустим, гражданин Гомельского района. Он нам пишет из года в год. Мы получаем от него электронные письма ежедневно. Но проводились уже проверки, и комиссионные проверки, и государственных вышестоящих, республиканских органов. Подтверждение, что решение было принято правильно нашими областными службами. И вопрос его может решиться в суде. Но однозначно он в суд не пойдет и продолжает ежедневно к нам обращаться. То есть вот это три папки? Вот это три папки от одного человека, да, который нам пишет постоянно. В час, который марнуется на бесконце переписки с некоторыми же хорами Гомельщины, можно было бы потратить на допомогу тем, кто на самой справе имеет не только потребу, но и законные причины. Марина Северьянова, Сергей Камко, утро, радиокомпания «Гомель» из Мазара.